Перебои с водоснабжением. Незаконные в резких водопроводах. На очередном заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор зачитал обращения жителей районов. В Барышском, Индинском, Николаевском и Ульяновском обнаружены серьезные проблемы с водоснабжением. Александр Смекалин созвал заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Получается ли технически выстроить эту систему фиксации обращений, реакции на эти обращения? А второй момент – это как раз технический вопрос ликвидации узких мест или порывов по водоснабжению. Глава кабинета министров призвал к ответу министра энергетики и ЖКХ Александра Черепана. С 3 июня сотрудники сферы ведут мониторинг на проблемных участках. Проверки проводятся два раза в сутки. За это время удалось выяснить, почему людям не хватает воды. Первое – это большой водоразбор, связанный с поливом приусадебных участков, огородов, которые находятся в том числе при многоквартирных домах. Второе – это сбои по поставке воды при порывах. И третье – это отсутствие должного дебита водоисточников. Чтобы следить за аварийными участками и расходом воды, в населенных пунктах созданы рабочие группы. В вышеперечисленных районах обнаружены 462 незаконные врезки в коммуникациях. Часть из них устранили, некоторые узаконили. Людей, подключившихся тайком, отключили от водопровода. В отдельных селах вопросы водоснабжения стоят особенно остро. По Радищево – это село Калиновка, по Николаевке – это Паника, по Сенгелеевскому району – это Шиловка, по Старой Кулатке – это Вязовый Гай, по Ульяновскому – Ишеевка. О своей работе отчитались и главы муниципалитетов. Чиновники налаживают связь с местными жителями, чтобы быть в курсе полной картины. Выясняется, что людям не хватает питьевой и технической воды. В системах водопровода обнаруживается нарушение. Не хватает транспорта для подвоза бочек и ремонтных бригад на местах. На исправление ситуации глава региона дал чиновникам две недели. Отчет должен быть в ежедневном формате. Виктория Черкова, Владимир Куликов. Новости Уллправда ТВ.